Всем привет, с вами Якимов Игорь. Что делать, если к вам приходят огромные счета за отопление, и есть такое ощущение, что вы платите не только за отопление дома, но и за всю теплотрассу, подводящую тепло. Или вы по максимуму утеплили свою квартиру, а сосед постоянно открывает окно, а за отопление вы платите одинаково. Разве это справедливо? Решением будет установка теплощетчика в ваше жилище. Рассмотрим работу учета теплоэнергии на примере теплощетчика Пульсар ДУ-15. Ссылку на сайт производителя теплощетчика вы найдете в описании. По ссылке есть документация на теплощетчик, более расширенные характеристики и можете получить консультацию по счетчику от производителя. А в этом ролике рассмотрим, чем интересен этот теплощетчик для вас, как конечного покупателя. Если вам нравятся подобные ролики, то подпишитесь на канал и поддержите ролик лайком. На канале будет еще много интересных роликов. Обращу внимание, что данный теплощетчик лучше ставить тупиковые ветви теплоснабжения. То есть у теплоснабжения помещения есть один вход и один выход. В старых домах, где вертикальная разводка отопления, один контур идет сразу на несколько этажей. В этом случае применение этих счетчиков мало рентабельно, так как придется их ставить на каждую батарею отдельно. Вкратце, как работает теплощетчик. Он замеряет температуру на входе и выходе из системы отопления помещения. Плюс замеряет количество проходящего теплоносителя. Потом все эти данные направляются в счетный узел, где и высчитывается потребленная тепловая энергия. Теплощетчик замеряет энергию тепла, но есть возможность замерять энергию холода в системах кондиционирования. Но это нужно заранее согласовать с поставщиком теплощетчика. Рассмотрим главное меню. Оно управляется одной кнопкой, кратковременным нажатием на нее. По умолчанию счетчик показывает потребленную тепловую энергию. Нажимаем кнопку. Показывается расход теплоносителя в час. Еще раз нажимаем. Общий объем теплоносителя. Нажимаем. Наработка счетчика в часах. Нажимаем. Тут показывается номер счетчика. Его же можно увидеть в этом окошке. Дальше видим температуру подающего теплопровода. Дальше температура обратки. Разница температур подачи обратки. Мгновенная мощность. Нажимая еще раз кнопку, мы выходим в начало меню, где теплощетчик показывает потребленную тепловую энергию. Мне нравится, что в данном счетчике вычислительный узел съемный. Это позволяет поставить его в более сухое место. Или поставить так, чтобы было более удобно считывать показания. То есть мы так поднимаем. Можем повернуть. Вот я повернул. Снимаем. Ставим на место. Счетчик можно ставить как на подающую трубу, так и на обратку. По молчанию он ставится на подающую трубу. Если вы решили поставить на обратку, то требуется корректировка настроек счетчика. Это может сделать мастер, а можно сделать самостоятельно. Для этого переключаем меню отображения номера счетчика. Дальше удерживаем 3 секунды. Меню переключилось в режим отображения даты. Дальше время. Тестирование табло. Это режим настройки. Удерживаем 3 секунды. У нас появляется ключик. Обращаю внимание, что надо держать ровно 3 секунды. Не меньше, не больше. Иначе может не сработать. Потом удерживаем более 5 секунд. Как вы видите, у нас подача поменялась на обратку. Еще удерживаем более 5 секунд. У нас опять поменялось. Теперь удерживаем 3 секунды. Ключик убрался. Теперь удерживаем 5 секунд. И мы выходим в основное меню. Для примера разберем установку счетчика на подачу. Проверяем целостность пломб. Вот одна пломба. Вот вторая пломба. Обращаю внимание, при установке надо соблюдать направление потока теплоносителя согласно этой стрелки. Один датчик температуры уже встроен. А второй датчик температуры ставим на обратку. Он будет замерять температуру выходящего теплоносителя. Для установки второго датчика можно использовать вентили или тройники с возможностью установки такого датчика. Пример вы видите на слайде. Стандартный комплект теплоносителя они не входят. Поэтому их нужно заказывать отдельно. Для выбора места для установки следует учитывать следующие критерии. Не следует устанавливать теплоносителя в местах, где возможно присутствие пыли или агрессивных газов. Располагать вблизи мощных источников электромагнитных и тепловых излучений и в местах, подверженных тряске, вибрации и воздействию воды. Теплощетчик нельзя устанавливать в местах трубопроводов, где возможно скапливание воздуха. Перед расходомерами необходимо устанавливать фильтр. После установки расходомера проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается. Во вновь вводимую отопительную систему, например дом новостройка, после капитального ремонта или замены некоторой части труб, расходомер можно устанавливать только после пуска системы в эксплуатацию и тщательно ее промывки. В период ремонта отопительной сети расходомеры рекомендуется демонтировать и временно заменить соответствующей проставкой. Данный теплощетчик имеет энергонезависимую память, в которой регистрируются значения тепловой энергии и параметры теплопотребления, средней температуры за интервал времени, объем теплоносителя за интервал. Глубина архива 60 месяцев, 184 сутки и 1488 часов. Эти значения можно посмотреть на табло согласно схеме меню. Это можно сделать, управляя кнопкой с помощью короткого и длительного удержания. Но лучше это делать через компьютер, подключившись по протоколу RS-485. Информация выйдет удобной для восприятия таблицы, но это могут сделать только специалисты. Также в энергонезависимой памяти сохраняется журнал событий, содержащий информацию об ошибках, возникающих во время работы, и журнал изменения настроечных параметров. В процессе работы счетчика на индикаторе также отображаются ошибки, которые возникают. При этом загорается трехугольник с восклицательным знаком. Список вы найдете на слайде. При эксплуатации осмотр теплосчетчика рекомендуется проводить не реже, один раз в 6 месяцев. При этом проверяется надежность скрепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий и сохранность пломб. Поверка теплосчетчика делается раз в 6 лет. При этом делается техническое обслуживание счетчика и замена литиевой батареи. Карантийный срок на прибор 5 лет. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях или их задавайте производителю. Ссылку на их сайт я оставил в описании к видео. Поделитесь своим опытом эксплуатации теплосчетчиков, насколько они помогли вам сэкономить деньги. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики по электрике, сантехнике и не только. Буду благодарен вашим донатам и лайком. Они стимулируют меня продолжать работать над каналом. Поделитесь видео с друзьями и до встречи в новых и старых видео. Субтитры сделал DimaTorzok